Ровно три года на посту главы Дагестана. Отставка Васильева произошла в тот же день, в который он вступил в должность. Сначала с приставкой в Рио, а сентября 2018 года уже официально в ранге полноценного главы. Что удалось и не удалось команде Васильева, еще предстоит проанализировать экспертам. Но сейчас дагестанцев в большей степени волнует не то, что было, а то, что будет. Об этом мы и поговорили с политологами, экономистами и журналистами. По мнению экономиста Халила Халилова, главная задача, которая стоит перед Меликовым, собрать хорошую команду и обратить внимание на реальные запросы людей, не ориентируясь на цифры из справок. Его задача это просто оценить адекватные ситуации, перспективы и цели и адекватно всем этим задачам набрать команду эффективных управленцев, людей, которые будут работать на будущее Дагестана. Завышенных ожиданий нет такого? Ну, на Меликову завышенных ожиданий нет, потому что уже чувствуется, что все-таки в республике и не только, и в Москве понимали и сделали правильное решение по отставке. Не по болезни. Понимали, что человек не справляется. Уделить внимание социальной жизни и нацелить команду на добросовестную работу – также одна из важнейших целей, отмечает главный редактор общественно-политической газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов. По его словам, экономического прорыва в республике со смены руководства ожидать не стоит. Безусловно, все ждут от Сергея Алимовича или от любого руководителя республики экономического прорыва. Но мы должны понимать, что экономического чуда не будет, не может быть экономического чуда в отдельно взятом субъекте, когда есть серьезные проблемы у страны в целом. Если даже такое возможно, то эта история не про Дагестан, потому что здесь слишком много разных факторов, влияющих на экономику. Это геополитическое положение самого субъекта. Это слишком много разных интересов, группировок слишком разных. И ему придется свою команду направить на решение простых житейских вопросов. Огромное количество вопросов, которые к нему будут поступать через СМИ, через общественные организации. Эти вопросы часто не требуют серьезных экономических вложений. Они требуют всего лишь, чтобы чиновники не кошмарили бизнес и чтобы они просто добросовестно выполняли свою работу. Ну а политолог Ханжан Курбанов, напротив, считает, что у нового руководства есть все шансы поднять экономику. Для этого, по словам эксперта, нужно лишь поддержать инвесторов с инновационными проектами, которые по тем или иным причинам тормозились как на местах, так и в Белом доме. Есть тоже задел, кстати, достигнутый командой Васильева. Создан инвестиционный совет. Раньше как же, проходил инвестор, потенциальный, чиновник, он закрывался в кабинете с ним и говорил, а что мне будет с этого? Где мои 20-30 процентов? Реально так происходило в республике. Создан инвестсовет, в который входят эксперты, представители общественности, и они будут определять приоритетный проект инвестиционный для дальнейшего его развертывания на территории. То есть не будет... Вот этот задел надо развивать. То есть здесь задел, надо этот механизм дать заработать. Вот новой команде, конкретно Сергею Меликову, необходимо десятки лет они развиваются, но пока их не слышат, этих людей, которые работают в инвестиционной сфере. Вот их надо услышать тоже, выслушать их и дать им возможность развивать. Не немного, но все эксперты сходятся в одном. Завышенные ожидания, которые неизменно сопровождали новое руководство республики, могут оправдаться лишь частично. В один голос политологи и журналисты говорят о важности открытого диалога власти с людьми, как со СМИ, так и с общественными организациями и бизнес-сообществом, то есть самыми широкими слоями народа. Как раз у простых дагестанцев мы решили узнать, что они думают о политической ситуации в республике. Ну, Ранель Боза, этот человек, Ранель Боза, надо было уходить, нормально. А как вы оцениваете его деятельность на посту? Положительную, удовлетворительную, хорошо. Мне нравилось, что он серьезный, серьезно относился. Ну, Василий Луччик, конечно. Да? Почему? Как вы оцениваете? Потому что он в коррупции, вот это значит. Так, значит, мы занимаемся сетевым маркетингом, нам поэтому все равно, кто там будет. Ну, что тогда и поменялось. Что именно? Ну, например, я как автолюбитель могу заметить, что дороги хотя бы поменялись. А у Меликова есть перспективы на вашем? Конечно, есть. Он молодой, энергичный генерал. Конечно, мы рады, что придет кто-то новый, значит, будет что-то по-новому нести. Надеемся на лучшее. Мы всегда надеемся. Надеемся. Всегда ждем на лучшее, чтобы улучшится что-то. Многообещающий человек, он очень грамотный, во-первых. И самое главное, что он из Дагестана. Он понимает каждого. А какие у вас ожидания от нового главы Меликова? Больше динамики такой же положительной. М-м-м-м. М-м-м.